Сергей, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что нашли время почтить нас своим присутствием. Первый вопрос, который вполне логичен. Мы понимаем, что Первая Лига близится к логическому завершению, сезон завершается. Выполнены ли те задачи, которые ставились администрацией, руководством клуба на сезон? Ну, в данной ситуации, да, мы полностью выполняем нашу задачу, но впереди еще два тура. Как бы перед нами стояла задача занять быть в пятерке. Поэтому на сегодняшнем месте мы на четвертом идем, поэтому впереди еще два тура. Ну, я думаю, мы справимся с поставленной задачей. Спасибо, что сразу я говорили, какая это задача, да? То есть мы уже понимаем, что в этом сезоне мы не ждем вышки оставиться. Ну, мы молодой клуб, нам всего лишь три года, поэтому, да, так сложно вскочить в элиту белорусского футбола. Для этого надо иметь много различных там оснований для этого. Да, да, мы пока молодой клуб, мы еще в начале пути обрастаем мясом и, может, через год-два постучимся в высшую лигу. Кстати, отсюда и вопрос очередной у меня. Клубу право только три года. В чем секрет вот этого хорошего прогресса и успеха клуба? Потому что очень многие клубы существуют куда больше и имеют куда больше проблем. Давайте признаемся, ну, нельзя не говорить о проблемах нашего футбола. В чем секрет Островца? Три года и команда стучится практически в высшую лигу. Ну, наверное, надо сказать спасибо нашему председателю Шелудину Игорю Ярославовичу, что создал клуб, дал добро на создание клуба. Взяли амбициозного тренера вместе с директором. Поэтому мы собрали боеспособный коллектив, где ребята заряжены одной целью. И поэтому все в совокупе это дало такой результат. Говоря о тех самых ребятах, да, которые заряжены на победу и на результат, далеко не все клубы первой лиги могут похвастаться тем, что у них в ростере есть игроки национальной сборной, да, которые имели вызов, я говорю про Алисейка, и игроки, которые имели очень серьезный легионерский опыт, я говорю про Сороку. Помогает ли как-то опыт этих ребят, применим ли он в рамках первой лиги и играет ли это в плюс команде? Ну, конечно, это плюс. Ребята очень хорошего уровня, и поэтому они это подтверждают на тренировках, в играх. Поэтому, ну, это только однозначный плюс. Потому что, ну, молодежь смотрит на них, понимает, что, с чего можно достичь, и даже работа в Беларуси, можно получить и вызов в национальную сборную. Ну, надо работать, работать. А что касается Димы Алисейки и Антона Сороки, ну, их уровень виден невооруженным глазом, и поэтому они однозначно помогают команде, мы работаем в плюс вместе с ними, и от них идет уверенность нашему коллективу. — Насколько я помню, вы в Островце с 2020 года. — Да. — И был период, когда вы были в состоянии играющего тренера, насколько я помню. — Да, был. — И вот отсюда вопрос, насколько сложно совмещать в себе вот эти две, казалось бы, разные роли, насколько сложно анализировать себя потом после матча, насколько сложно наблюдать в целом за игрой не со стороны тренерской скамьи, да, скажем так, из технической зоны, а непосредственно на поле. Был ли этот период сложным для вас, и если есть какие-то сложности, то давайте о них поговорим. — Ну, сложности как таковых я не ощутил, потому что я всегда был помощником ребятам, и я там не ставился, если не было основания в основной состав, всегда выходили сильнейшие, а я выходил, помогал. И выходя на поле, ребята как бы и мне помогали, да, я там выходил, забивал какое-то количество голов, но всегда с помощью ребят, ну, и это такой уровень был, что мне моя физическая форма позволяла достаточно хорошо выглядеть на поле, вот. И как бы, а так, никаких сложностей я не заметил. — Сергей Константинович, еще один вопрос. Вы знаете, мы очень много говорим про коллективы, про успехи клубов, про работу со сборной. Все время коллектив, 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 потому что футбол — командная игра. Но иногда мы забываем о том, что в этих коллективах, за этими коллективами стоят люди, зачастую с интереснейшим опытом. И я, насколько помню, вы имели очень экзотический легионерский опыт, в свое время вы поиграли, по-моему, в Ливане. — Ливан, да. — И чемпионом, по-моему, становились. — Становился, да. Скажите, пожалуйста, аляхет. — Аляхет. — Аляхет. — Аляхет. — Вот, скажите, пожалуйста, есть ли какое-то принципиальное отличие, ну, тогда, может быть, было, футбола белорусского и футбола вот такого ближневосточного? И чем запомнился тот период карьеры? — Ну, во-первых, отличия нет. Футбол, он везде одинаковый. Чтобы хорошо выглядеть, надо отдавать максимально все силы на поле. Поэтому чем запомнился? Ну, могу сказать, что немножко... Я столкнулся в первый раз в такую среду попал, где, ну, иностранный язык для меня было общение с командой так ограниченно, скажем так. Мой языковой барьер немножко мешал. Но со временем втерся, ребята помогали, коллектив хороший. Вот. Что касается страны и города, да, немножко там свои особенности. Поэтому есть мусульмане, я жил в районе мусульман, и поэтому там немножко все серо. И тем более был период там после военных действий, еще были американские военные. Вот это такой колорит вызывал немножко. А так, что касается футбола, все было комфортно, клуб делал все, чтобы я думал только о футболе. Я привез семью, мы достаточно комфортно себя чувствовали там. Поэтому это плюс, запомнился очень хорошо, что там побыл, стал чемпионом. Будем надеяться, что очень скоро вы примерите, может быть, через пару лет, как вы говорите, когда стресс постучится в вышку, вы получите награду не только чемпионата Ливана, но и чемпионата Беларуси. Огромное спасибо за интервью. Спасибо, что нашли время. Спасибо. Всего доброго. До новых встреч.